В главном парусном соревновании страны участвуют яхтсмены из более чем 50 городов России. Каждый ведет борьбу за звание чемпионов в своих классах. В целом гонки регаты проходят на двух дистанциях. На желтой или скоростной будут гоняться спортсмены классов Накро 17 и 49 FX. Зеленая дистанция предназначена для швердботов Финн 470, Лазер Стандарт, Лазер Радиал. Почти все участники события утверждают, что Сочи на этот раз удивляет нетипичностью погодных условий. Хороший гоночный ветер с непредсказуемыми заходами и все это вопреки прогнозам. Сам же второй гоночный день получился занимательным. В некоторых классах поменялись лидеры. С ветром хорошо. Сегодня где-то узлов до 15. Но такой же непостоянный, порывистый. Интрига завязалась во всех классах. Где-то проходят дуэли среди лидеров, где-то после каждой гонки соперники меняются местами. Течение здесь действительно сложно, потому что в Черное море нет постоянного течения. Оно может быть и с одной стороны моря, с юга, или с северо-запада прийти течение. И довольно-таки оно бывает приличное здесь до 15-20 метров. Второй гоночный день спортсмены начали в 12 часов. Им сразу подул северо-западный ветер, который к часу раздуло до 15 узлов. У швертботов было проведено по две гонки в каждом классе. Экстремальные классы успели провести по три гонки. У женщин в классе лазер-радиал, так же, как и у многих, ничего не понятно. И сразу несколько спортсменок претендуют на золотые медали. Сложно, очень сложно. Все накатанные, опытные. Поэтому сложно. Но боремся, как можем. После сегодняшнего дня я опущусь немного. Я буду пятой или шестой. В Сочи пока балует спортсменов ветром и солнечной погодой. Квалификация продлится до 30 октября. А 31-го пройдут медальные гонки для 10 лучших в каждом классе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.